Всем привет, с вами Кеншки, и я рад представить вам 8 выпуск моих статей в формате видеообзора под общим названием FIFA as Battlefield. В этом выпуске я рассмотрю 3 турнира, 2 на сайте ESLU и 1 на сайте FIFA LJ.RU. И начну я, пожалуй, с турнира, который проходил на интернет-лига FIFA. Я играл с Амкаром в 1.16, если не ошибаюсь, Джо Габанита Челлендж, и сейчас мы посмотрим отрывки из этих матчей. В 10 минуте Бензема получает мяч, забрасывает Криштиана Роналда, тот убегает от защиты Милана и расстреляет ближний угол ворот объятия. И сейчас становится 1-0. Стоит отметить, что соперник в это время доминировал, и вот такая контратака стала как гром среди ясного неба. Это уже, как вы видите, фрагменты второго тайма. Соперник перехватывает скидку Майосаута, но тут грубо ошибается, и Криштиан Роналд делает дубль, расстреляв пустые ворота Криштиана объять. Сейчас он снова в атаке, но тут перехват. Пытался зачервить меня соперник штрафной, но у него не очень сильно получилось. Вот опять заброс на Криштиана Роналда. Тут вытесняет Луку Антонини и в дальний угол делает хит-трик. Вот как-то так. Ну, соперник, надо дать ему должное, отквитал таки один мяч. Сейчас вы увидите, как пасный Брагимович все-таки прошел, и тот расстрелял уже в ближний угол ворот Косилиса. Прямо гоу-близнец, который в первом тайме забил Криштиана Роналда. Во втором матче мне опять удалось повезти. Вот такая вот атака получилась. Снова Криштиан Роналд на острие. Аббата против него действовал. Но Криштиан Роналд ушел от него на финте. И ударив в дальний угол, вывел меня вперед. В втором тайме с разводки я допустил жестокую ошибку. Марселло не смог обработать мяч. И дальше соперника пошла атака. Сейчас Принц Батенк с мячом. Решил пойти на подачу. И тут верховую борьбу выигрывает Златан Ибрагимович. И сравнивать счет. И грубая ошибка. Сейчас вы ее увидите. Вроде бы Кейн Трау перехватил мяч. Зачем-то я выбил, когда мог перевести на Марселло. И тут уже просто 2 в 0. Атака Милана. И Ибрагимович делает дубль. И в итоге соперник выигрывает. Счет матча остается неизменным. В решающем матче вообще ничего не получалось, честно говоря. И все бы хорошо. Но пенальти, который, как вы видите, вообще не соответствует. этому понятию. Так как я лично его вообще не увидел. Но это FIFA. И пенальти левая здесь. Это одно из правил игры. И соперник открывает счет. Стоит отметить, что до своего первого гола я не совершил вообще ни одного удара. Поворотом. Я даже в атаку, в принципе, не ходил. Не знаю. То ли скованность от решающего матча. То ли какой-то прям... Даже не знаю, как выразить, честно говоря. Он посылает мяч куда-то под девятку. Под левую и в верхний угол. Вот здесь, так можно сказать. Ворот Косильеса. В итоге я вылетел из турнира. Соперник прошел дальше. Второй турнир, который я хочу описать, это Лига серии СБ. В итоге я перенес матч с воскресенья на четверг, воспользовавшись вайлдкартом. Чтобы спокойно посмотреть матч Локомотива, который будет играть с Рубиной. В пол-восьмого на Телеканале Россия 2. Вот такая вот маленькая рекламка. В итоге... Сейчас давайте посмотрим фрагмент уже из этого матча. Вот так... Табло почему-то решил не появляться в этой игре. Так что я очень много времени потратил на монтаж этого матча. Вот такой вот гол уже на четвертой минуте встречи забивает Кака. Такая двухходовочка незамысловатая. Забросик. И гол. Вот сейчас вы видите второй мяч. Вроде бы соперник уже отбился. Но не тут-то было. Бензема доборолся. Отдал мяч на Криштиану. Но тут прошел как бы суквозь Пепе, своего напарника по сборной Португалии. И удвоимое преимущество. Соперник, тем не менее, мог вот таким ударом отквитать один мяч. Но ему удалось это буквально в следующей атаке. Опять ошибка с выбиванием. Ошибается Кейн Трау. Как это не прискорбно. Рамос пытался перехватить, но мяч застрял у него в ногах. И Бензема уже, можно сказать, вторым ударом просто вкатил мяч в ворота. Счет стал 2-1. В принципе, это значит, что меня ждала нервная концовка матча. Но я поймал соперника на контратаке. И вы сейчас это увидите. Криштиан тут убегает. Бензема открыт. Криштиан решил пожадничать. Ну, самое главное, что был забит гол. А не кто я был автором. Ведь вы согласитесь со мной, дорогие зрители. Как раз я в это время еще и замены проводил. Ну и четвертый мяч. В решении к симу. Криштиан Роналда отлично убежал от защитников. Тут вратарь на него бросился. Но тщетно. 4-1. После этого последовал разрыв. Во втором матче. Как-то сразу не клеилось. Была такая борьба. Вот сейчас вы видите. Отборы шли прям каждую секунду. И тут соперник ошибается. Неправильно выкидывает аут. Ну, как сказать неправильно. Скидывает на меня. И Бензема вколачивает мяч в дальний правый угол ворот Кассилиса. Сейчас становится 1-0. Потом быстрая атака с моей стороны. Азил набегал и отдал ему пас. Решил подать. Но Пепе перекрыл передачу. Хаби Алонсу мяча. И 2-0. Забить опять гол головой. Уже Криштиан Роналду забивает. Ну и третий мяч. Который стал апогеем. Нашей игры. Смотрите, как Бензема здорово забежал. Защита вообще его проворонила. Азил не смог его выпихнуть. И 3-0. На этом был матч прерван. Соперник разорвал связь. И все. Вот так вот. В сумме в 7-1. Я поднялся на 6-е место. Соперник, если я не ошибаюсь, остался на 3-м. Осталось 5 матчей. И, в принципе, шанс побороться за пьедестал. И за небольшой денежный приз. У меня еще есть. Ну, постараемся это сделать. Также хотелось бы рассказать о турнире, в котором я не принял участие. Это Фаска 5А4 на ESL. ИУ. В ЦИС секции. Победителем турнира стал Уфа 77. Второе место занял Мэджик. Админ как раз ЦИС Ладера. Третье место занял Партизанус. Частый посетитель пьедесталов, если можно так сказать. Де Макс проиграл в третьем раунде победителю будущему. И, как он мне сказал, это поражение обусловлено тем, что он в Golden Goal 60 минут играл в меньшинстве. А это очень трудно, потому что даже в реальном футболе в десятером ты не поиграешь. А в FIFA это весомое преимущество. Ну вот, пожалуй, и все на сегодня. Хотелось бы сделать такую небольшую рекламу. На сайте sportbox.ru Стартовал еще один конкурс комментаторов. Теперь там даны три фрагмента. Но не матчей, а такого, как бы сказать, видеообзора. Я решил прокомментировать матч 25-го тура чемпионата России по футболу между Крыльями Советов и Динамо. И если вы хотите, то переходите по ссылке, смотрите. Тут будет кнопочка «Мне нравится». Я надеюсь, что вы мне поможете. Ведь я стараюсь не только для того, чтобы... Как бы сказать... Ну, я получаю удовольствие от видеообзоров, которые я делаю. Но еще стараюсь, чтобы вам было тоже интересно. Как бы это разнообразить. Эфир. Так что, если вам не трудно, то переходите. Я буду только рад. Также заходите на мой сайт. Статьи появляются практически каждый день. Только сайт не хочет что-то загружаться. У меня она по полной. Почему так? Вот немножко статистики, если вы можете посмотреть. Уже более 100 записанных трансляций FIFA и PB. 4 человека подписаны на обновление. 7 статей. Ну, вот это уже 8-я. Так что, скоро времени... Не знаю, может быть, куплю какую-нибудь новую игру и буду ее стримить. Кстати, можете написать мне, какую игру вы хотели бы увидеть в комментариях. Ну, что же. Пожалуй, все. Всем спасибо за внимание. Смотрите мои обзоры. Смотрите мои стримы. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok